Итак, мы с вами в прошлый раз добрели до Индии, разобрали Индию, Иран и Пакистан. Ну, такая логика, она, в общем, продиктована тем, что Индия и Пакистан когда-то были частью практически одного политического целого. Значит, если кто-то вчерашнюю лекцию проптычил, а вчера случилось так, что запись, насколько я понял, ну, не по вине записывающего, потому что я знаю, что джаз, особенно когда записываешь не через клиента, а через браузер, он обрывает запись, бывает. Вот, поэтому не по вине записывавшего, ну, в общем-то, в принципе, у меня там на канале есть лекция, называется «Социально-политические процессы в Большой Индии», что-то такое, вот, если что, я там ссылку прикреплю. Там, отчасти, по крайней мере, вот тот блок, который индо-пакистанский, там разбирается. Ну, а сейчас мы с вами поговорим, чтобы у нас остался с вами на сегодняшние пары, как минимум, ну, начнем мы с вами с постсоветских стран, которые входят в члены, ну, а потом мы пойдем с вами по партнерам по диалогу и, ну, понаблюдать в нем, возможно, тоже. Вот. Значит, ну, стран таковых у нас с вами есть четыре. Значит, первая из них, самая большая по территории, это Казахстан. Республика Казахстан, которая располагается, сами знаете, где, тут как раз проблем, может, такого нету с представлениями, где находится соседнее государство. Государство это расположено, получается, южнее России и имеет территории географически как в Азии, так и в Европе, потому что у Казахстана есть ряд территорий, которые находятся западнее Уральских гор. А Уральские горы, как вы знаете, это такой условный рубеж между Азией и Европой. Ну, почему условный? Потому что вот пространство от Северного Ледовитого океана до Каспийского моря, оно делит неплохо, а вот уже здесь начинаются вопросы. Являя, ну, насколько страны Кавказа являются европейскими или азиатскими, потому что, например, там Грузия утверждает, что она все-таки уже в Европе, а вот Турция почему-то уже в Азии. Вот. Ну, в общем, и сам полуостров, где Турция располагается, называется Малая Азия. В общем, поэтому здесь географические аспекты, они достаточно сложны, бывают иногда. Особенно, учитывая, что слово Европа, Европейский, у нас приобретает определенное такое, еще и цивилизационное значение. Украина, Европа, например, и так далее. То есть, европейский выбор какой-нибудь страны, ну и так далее. Вот. Ну, опять же, можно в футбол играть. Либо с европейцами, либо с азиатами. У нас тут в силу санкций появилось какие-то, я слышал, по крайней мере, я не большой футбольный фанат, но появились какие-то мысли по поводу, чтобы Россия играла в двух моих континентах, можно играть в азиатской и этой самой линии. Ну, там мы будем молодцы, и там, в принципе, нам действительно светят неплохие результаты. Поэтому я к этому спокойно отношусь, у меня никакое место от таких новостей не подгорает. Ну, хоть с этим самым, хоть с Австралией. Вот. Значит, теперь мы идем с вами уже в глубь Казахстана, что называется. Казахстан – страна большая, естественно, но при этом, сами понимаете, не самая густонаселенная. По той же самой причине, потому что, ну, во-первых, имейте в виду, что с точки зрения даже чисто географической, западная часть Казахстана – это солончаки. Ну, это такие очень неприютные для жития места, и сказать, что там может даже технически развиться какое-то большое население, это, в общем, было бы смешно. Но имейте в виду, что гораздо меньше по территории Узбекистана, по населению гораздо более плотно заселен. В современной столице города, столице является город Астана, который может считаться чуть ли не рекордсменом по количеству смененных названий. Причем самое интересное, что названия изменены в постсоветский период. Понятно, что в советский период там названия менялись, ну, может быть, знаете, что есть, был там период, когда город Гащина, по-моему, назывался Троцк. Когда Троцкого разоблачили, он перестал быть Троцком. Ну, а тут уже чисто советский период, уже, ну, постсоветский-то с ней, простите. У нас Астана побывала, значит, она побывала Акмолинском, потом Целеноградом, потом Акмалой, потом Нур-Султаном, но после известных событий революционного характера, ну, или околореволюционного в Казахстане, Нур-Султана в честь первого президента эту, собственно говоря, идею с переименованием помножили на ноль, и город снова стал Астана. Название предельно нейтральное. Столица. Ну, столица и столица. Вот. Ну, в общем, такой вот город. Он достаточно современный, в него вкладываются денежки. Живет там, можете себе пометить, ну, плюс-минус, как в Новосибирске. Ну, сопоставимый, по крайней мере, город. У них где-то 1,4 миллиона. Не подвинемся, так. Оп-оп-оп. А, вот. А, не он. Да, неудобно жмут. Значит, тогда пойдем другим путем. Значит, для того, чтобы вы знали, сколько в городе родном живет, ну, или не родном, как в моем случае. Но, тем не менее, где мы сейчас находимся, у нас в Новосибирске живет даже чуть побольше. Видите? Даже чуть побольше. 1,6 миллиона. Так. Друзья, по ту сторону монитора. У меня захват экрана не пропал ведь? А тут? Нет, нет, нет. Я работаю нормально. И слышно нормально далось. И видно. Все потрясающе. Значит, Астана, это плюс-минус с Новосибирск размером город. Вот. Он современный, красивый. В общем, дай ему Бог здоровья. Ну, правда, единственное, что могу сказать, что у нас некоторые не вполне поддающие себе отчет люди, именно по Астане делают вывод о всем Казахстане. Конечно, не весь Казахстан живет так же, как живет Астана. Ну, как и не вся Россиюшка живет, как живет Москва. Даже Новосибирск, третий город в России, он поскромнее, чем Москва. А уж какой-нибудь там небольшой город, а-ля какой-нибудь Змейногорск, Волгальском крае. Там все еще грустнее. Значит, президентом, как вы, наверное, знаете, является такая. Ну, в общем-то, преемник такой, осуществивший, Нурсултан Назарбаев, осуществил транспорт власти, еще при собственной жизни. И передал его как раз такая вот. Правда, после последних разборок в Казахстане по поводу того, что поднялись цены несколько, ну и там другие были прикидки. У нас сейчас про это потом, ну и к Шосту-то имеет малое отношение. Тем более, как вы знаете, есть такие строки, не помню чьи. Почему-то мне в голову приходит Чуковский, но нет. Я вспомнил потом, есть такие замечательные строки, не те же не может кончиться удачей, в противном случае его забуду дать. Но поскольку все эти движуха пришла, привела только, по сути, к переименованию столицы, что для нас не так важно, поэтому можно про этот фильм не говорить. Итак, такая, такая, человек достаточно осторожный во внешней политике. Вы можете заметить, что он с одной стороны довольно-таки, ну он ровесник Владимира Владимировича Путина примерно и Си Цзиньпина. Си Цзиньпин точность 53-го, Путин 22-го. Ну, в общем, одного возраста люди. Такая вполне такой разумный, ну для Казахстана политик. Он с одной стороны приехал на встречу неофициальную, вот недавнюю, к Путину, ну в Москву, встречу СНГ глав и взял колечко, которое Владимир Владимирович символически раздавал. Вот, но с другой стороны, ну приезжает на всякие форумы, которые касаются интеграции, но в то же время, так сказать, спецоперации, там некоторые другие пополновения в России, он скорее, по крайней мере, открыто не поддерживает. Вот, ну, в его случае это, наверное, разумно, потому что он же не российский лидер, а казахский. Ну, уже было хорошо Казахстану. А Казахстану будет хорошо, пока, собственно говоря, он находится, так сказать, балансирует между крупными игроками, такими как Китай, с которым Казахстан тоже граничит, Россия. Ну, и пусть и не граничит Казахстан с Америкой, но Америка, она везде. Вот, поэтому, естественно, это тоже нужно, приходится учитывать. Вот, значит, хотя, конечно, политика казахстанского руководства, она отнюдь не идеальна по целому ряду вопросов. В целом, Каеву не удалось остановить тренд на отъезд русских людей из Казахстана, а это приводит не только к, не то, что нам за державу обидно. Да, если мы будем говорить с трезвой головой и холодным мозгом, мы с вами поймем, что это влияет в том числе и на... Вот, если вы посмотрите динамику населения, то вы увидите, что русских людей в начале века было немного, потом стало много, а теперь снова немного. Даже меньше, чем было в начале века. Вот, ну, тут, конечно, целина, все дела, вот, в 70-м году и было едва ли не половина. Больше, фактически даже, чем казахстан. Но, этот, ну, ладно, это может быть такой-то, так сказать, временный был какой-то скачок. Но, в целом, как пишет великий и у нас Валерий Викторович Демидов в одной из своих, кстати, достаточно дельной и интересной статье, он довольно четко показал, насколько проблемной является подобная ситуация для, например, казахстанской железной дороги, которая теряет сотрудников. Ну, и сам я общался, в общем, в Казахстане в некоторых случаях происходит назначение этих самых, ну, людей, скажем так, на всякие посты, скорее по принципу национальной принадлежности. А это, ну, сами понимаете, с компетентностью имеет мало общего. Поэтому, несмотря на определенные достаточно позитивные тренды в экономике и так далее, проблем в Казахстане хватает. Поэтому, если кто-то подумал, что я идеализирую Такаева, ну, нет. Потому что отток, опять же, русскоязычного, русскоязычного, почти все, русского населения, а он поеводит к потере в некоторых областях важных специалистов. Ну, как бы, а что делать? Процесс идет. Зато они к нам приезжают. Это тоже неплохо. У нас от этого, то есть, имейте в виду, что в политике не может быть абсолютного блага, абсолютного зла. То, что, ну, может быть, без исключения какого-нибудь дахау в тот плане. А так, в целом, то, что, как бы, ему хоровим плохо, как помните, в браках Шаром. How are you? Everything is fine. У тебя плохо. Вот, так что, вот, здесь тоже то же самое. Но, тем не менее, в принципе, проблемы есть, но Казахстан достаточно неплохо развивается. Что касается политического устройства, то это, помейте себе, президентская республика. Напоминаю, для тех, кто немножко упустил уже курс обществознания средней школы и забыл. Президентская республика характеризуется, чем, дорогие мои международники? В чем мое отличие от парламентских? Про парламентские мы вчера с вами беседу имели довольно долго. В примере, Индии. Но, запомните, дети, что тот, кто формирует правительство, тот и выносится в название. В президентской республике правительство формируется президентом, и там обычно нет премьер-министра. В Казахстане есть, но в классической, самой президентской республике Соединенных Штатов Америки, премьер-министра, как вы знаете, нет. И не только нет премьер-министра, но и нет его какого-то поста, который бы звучал по-другому, но начал бы то же самое. Ну, потому что, допустим, премьер госсовета КНР это фактически премьер-министра. А тут вполне себе премьер есть, но все завязано на президенте. Вот. Значит, примером сейчас является Александр Смаил. Значит, в Казахстане светское государство, но сами понимаете, что большая часть населения в общем-то мусульмане. Почему в общем-то? Ну, потому что кочевая культура, она отчасти, знаете, казахи и некоторые другие подобные народы, там, киргизы отчасти, это такие bad boys постсоветского ислама. Ну, потому что кочевой быт, он, в принципе, так сказать, и среди, в те периоды, когда в Великой Степи христианство имело высокую, так сказать, распространенность, все равно соблюдать, по крайней мере, все эти пищевые и прочие запреты, но это не так просто чисто технически. Поэтому, в общем, там есть и такие, особенно на юге, мусульмане-мусульмане, астоаксальные, но, в целом, они примерно настолько же мусульмане, насколько основная часть российского населения православное. Ну, и там, раз в год церковь сходил и молодец. Вот, хотя люди разные, конечно. Значит, смотрите, в целом, сейчас полная практически политическая гегемония принадлежит партии Аманат. Запишите себе, Аманат, собственно, это бывшая партия Нур-Атан. Вот. Значит, Нур-Султан Азербайев в свое время создал Атан, но потом она стала Нур-Атан, более известная. Атан, отечество, Нур-Атан, сияющее отечество. Вот. Кто будет в Крыму, там будут заправки, только она будет Атан. Ну, это тюркское слово, тоже отечество, но только на крымско-татарском он А, через Атиш. Ну, в общем, тюркские жеки, они действительно, ну, есть немало параллелей между ними. Даже между столь далекими, как крымско-татарский и казацкий. Ну, так вот, значит, наиболее влиятельная партия Аманат, вот, видите, она Аманатом стала недавно, до этого она Нур-Атаном была, но теперь Аманат, суть от этого, впрочем, меняется не очень. Апатия, как вы видите, контролирует подавляющее количество мест в Мажелисе, в парламенте. Есть еще некоторые партии, которые фактически ее поддерживают. То есть сказать, что в Казахстане есть какая-то прям ядреная оппозиция, она, конечно, есть, но в парламенте она представлена мало. Вот, и в принципе, знаете, парламент берет не место для дискуссий, как сказал Кузлов, он сказал, что такое есть. Процентный барьер там 7%. У нас сколько дети в Государственной Думе? То ли 5. Было 7. У нас тоже пытались ввести 7, но это, в общем, посчитали не совсем правильно, потому что, ну, потому что это для некоторых партий совершенно был непроходной парьер. Опять, в принципе, вон, новые люди у нас проскочили в этом году. Ну, не в этом, в этом тоже и. Вот, так что в Казахстане 7. Конечно, барбарьер подобный, он, плюрализм в парламенте, ну, в общем, добивает. Потому что, ну, сами понимаете, фактически, чтобы пройти в парламент, так, по идее, но если в парламенте 107 человек, ну-ка, дети, скажите мне, сколько надо набрать партии, чтобы пройти в парламенте 100 человек, если мы не учитываем барьеры. Ну, если вот нет, ну, как в Израиле, в Израиле нет никакого барьера. Там просто по процентам. Сколько надо набрать процентов, чтобы попасть в парламент, в котором 107 человек, ну, примерно. Задачка очень простая. Ох, международники. Кто-то у нас международных отношений. Все-то сложно. Думайте, думайте, дети. Вы придете на смену Лаврову. Что ж, ну, как жить-то будем? Ну, блин, ну, и что, дети? Есть 100% голосов-отбирателей. В парламенте 107 человек. Сколько надо набрать партии, чтобы провести одного человека, если нет барьеров? Математика. Первый класс. Даже ну, второй, максимум. Молодец, девочка. Правильно. Даже чуть меньше. Ну, потому что 107, чуть меньше даже. А, ну, где-то примерно 0,90, наверное, 90. Короче, вот, правильно, молодец. Можете ей выдать медаль за метку стрельбу. Короче, получается, да, 107. С человеком получился бы один процент. Ну, естественно, так в Израиле. Кто не знал, запомним себе, что политическая система Израиля, потому в Израиле так много обычно всяких партий представлено, в КНС, потому что там нет барьера. Там вот набрал ты один процент, но я не помню сколько тысяч депутатов, но там что-то тоже, например, практически. Даже меньше. Но потому что в нашей думе, где 450 депутатов, там вообще классно. там, если бы не было 5-процентного барьера, там можно было вообще набрать там меньше полпроцента. И ты прошел, ну, там, четверть процентов, примерно. А, и ты уже в Думе. Но понятно, чтобы не превращать парламент в столь пестрое экилактичное нечто, принято все-таки вводить барьеру. Вот в Казахстане у нас 7%. У нас был 7 какое-то временем в толпе. Вот, ладно, продолжаем. Значит, идем дальше. Дальше у нас с вами экономика, любимая нами. Значит, население Казахстана запишите себе примерно 20 миллионов. Поменьше нет, около 19, но напишите 20 для округления. Население небольшое, плотность и того меньше. Если мы откроем страны по плотности, то мы увидим, что Казахстан, он весьма и весьма неплотно заселен. Ну, повторюсь, самые плотно населенные страны, это отнюдь не Индия, Китай, это Монако, Сингапур, короче говоря, вот такие вот города-государства. Там плотность населения колоссальная. Если же мы доберемся до почти конца списка, то мы здесь найдем Казахстан, который у нас на 183 месте. Россиюшка тут тоже недалеко ушла. В Казахстане где-то около 7 человек на квадратный километр. У нас 8,5. Ну, опять же, большие территории, причем хозяйственно фактически неосваиваемые, в принципе. Ну, лишняя земля, практически не бывает, что здесь не делать с работой. По ВВП, по квалифету покупательной способности, мы с вами вчера договорились, что он будет считать, что это более такой репрезентативный параметр. Казахстан, в принципе, на неплохом 42-м месте. Это уровень Австрии, Чили, Гонконга целиком, вот, Украинушка тут рядом, ну, это опять же до спецоперации, сейчас какими-то. Вот, Израиль даже пониже. Ну, то есть, в принципе, ВВП Казахстана нормально. В экономическом отношении это страна, ну, от них не из последних удальцов. Правда, если мы возьмем с вами на душу населения, то здесь будет не так все весело, потому что, ну, тоже, в принципе, сносно. В районе 50, какого-то там они места, по-моему, сейчас, а вот они, 65-я здесь. 65-я это уровень Мексики примерно, Аргентины, Болгарии, ну, Россия чуть повыше. То есть, в принципе, ВВП на душу населения в Казахстане тоже довольно высокий. Здесь, конечно, играют свой роли и полезные ископаемые, ну, и, кстати говоря, достаточно близки к среднему по миру. Вот, средний по миру, и здесь вот Россия совсем близко к среднему по миру, а Казахстан, ну, чуть поменьше, да. Ну, разница, в общем, где-то на тысячу, но это не так уж мало, но и не принципиально в целом. Ну, и, да, тут у нас 11-270, а они 200-10-283. Вот, так что, ну, это и полезные ископаемые, это и промышленность, которая там сохраняется, вот, ну, и торговля, естественно, потому что Казахстан является транзитом. Между, в принципе, грузы из России в Китае таскаются из Казахстана, потом по карте покажу, каким образом. Вот, поэтому здесь все не так плохо. Что касается индекса человеческого развития, про который я вам говорил неоднократно, то Казахстан, можете его поприветствовать, это из разбираемых нами стран, первая, которая находится на уровне стран с очень высоким индексенсористическим развития. Напоминаю, кто забыл, что есть очень высокий, высокий, средний и низкий. Иногда еще очень низкий выделяют. Ну, низкий он, в принципе, и так уже достаточно плачевный. Вот, значит, имейте в виду, что вот у нас Казахстан, он пониже России и немножко повыше Белоруссии. Сразу вам скажу, что индекс человеческого развития, это, скажем так, недогма. Примерное положение вещей у нас урожает и считается наиболее репрезентативным как раз способом показать уровень жизни. Но вот прямо воспринимать его как полную данность, это не следует, потому что там довольно мутная формула, где там рассчитывается, сколько там всего бесплатно, сколько доходы, расходы. В общем, она такая очень нитиеватая, но принято считать, что она наиболее правильная и наиболее отражает действительность. Ну и ладно, мы будем ей пользоваться. Огранительно. Вот такой вот примерно Казахстан. В принципе, особого, повторюсь, канурализма мнений в Казахстане не наблюдается. Есть определенные сложности. В Казахстане, как вы, наверное, знаете, есть довольно, помимо деления на русских и казахов, ну, сейчас там уже не так много, ну как, в северной части их достаточно много все еще, но тем не менее. А вот еще есть деление на жузы. Я думаю, что вы слышали, хотя если у как, после того, как вы делили 107 на 100, я уже ни в чем не уверен. Значит, есть деление на жузы в Казахстане. Старший жуз это юг, средний жуз это центр и север, а младший жуз это запад. Ну, это неудивительно, потому что на западе Казахстана, как я вам уже сказал, все довольно грустно. И в смысле с ресурсами, и даже для пасть бы скота там не очень большие условия. Поэтому, друзья мои, здесь, естественно, население местное, оно имело вот того, чтобы у младшего жуза. Ну, а самый богатый был Южный Казахстан, старший жуз. Почему? Потому что старший жуз это уже регион более плодородный. Тут были и ремесленные центры, и торговля, ну, а средний поселитель. Имейте в виду, что один из посылок переноса столицы из Алма-Аты в Астану был как раз такой вот запрос на то, чтобы перевести немножко центр тяжести с юга на север. Потому что на запад ее переносить, ну, не очень здорово, потому что тут инфраструктура не очень большая, тут население мало. Население имейте в виду здесь больше всего. Вот. Поэтому, ну, сейчас с появлением Астаны немножко изменилось, здесь здесь с позиции. Ну, а до сих пор больше. Вот. Так что вот такая вот история. У нас с жузами. Имейте в виду, что казаки этнически живут не только на территории Казахстана. Это вы тоже должны понимать. Потому что и это и влияет отчасти на отношения между разными странами, соседними с Казахстаном. Имейте в виду, что в Казахстане казахов там больше 13 миллионов, но в Китае их тоже полтора миллиона. Можете себе записать. Полтора миллиона это много. Полтора миллиона это Новосибирск целый. Причем живут они сравнительно компактно. Живут они на территории Синьцзяно-Игурского автономного района. У них там есть свои автономные тоже образования внутри Синьцзяна. В общем, казахи там есть. Они в принципе понимают, как мне рассказывали наши казахи, они понимают более-менее друг друга. Но, как объяснял мне казах наш, казахстанский, он говорил, что есть такое ощущение, что те казахи, которые китайские, они разговаривают примерно как бабушки. То есть, у них более архаичный язык, это первое. А второе, они, понятно, что слова всякие там обозначают компьютеры, адронные коллайдеры и так далее, они у китайских казахов будут взяты из китайского, а у казахстанских казахов из русского. Поэтому у них есть определенная разница. Имейте в виду, что еще чуть менее миллиона казахов живут в Узбекистане, в районе Ташкента и в Каракалпакии, но про Каракалпакию немножко поговорим. И опять же, у нас есть казахи в России, их порядка 600 тысяч, это много. В значительной степени это, вот этот вот, скажем так, район Астрахани-Оренбурщины, там вот, получается, на Южном Урале, скажем так, или в Южном Поволжье. Вот, в Омской области их довольно много. У нас тут поближе, имейте в виду, что довольно компактно они проживают в республике Алтая в Кошагачском районе. В Кошагаче там живут, в основном, не алтайцы, а вполне себе казаки. Вот, поэтому казахов у нас тоже хватает. Поменьше, чем в Китае, и даже немножко поменьше, чем в Узбекистане, но, тем не менее, довольно много. Поэтому казахская... А, ну и еще, конечно, мы чуть не забыли Монголию. В Монголии казахов тоже довольно много. Но относительно того, что Монголия, в принципе, не самая двухсенателённая страна, 120 тысяч казахов, это много. Если вы, у вас в группе нету студентов из Братской Монголии, вот, видите, как здорово, у нас значительная часть студентов из Братской Монголии, они происходят из Боянульгии. А Боянульгийский Аймак, он в значительной степени заселён как раз казахов. Вот, я вам не буду врать, вот у нас, собственно, Боянульгии 21 из Аймаков, вот он здесь как раз на Западе, и население, как видите, вот казахов 90%, собственно, монголов здесь не так и много. Казахстанское правительство, надо сказать, пыталось пособствовать переходу вот этих вот казахов уралмана, я на том, как называют, из сопредельных государств, собственно, в Казахстан, но как-то, в общем, не совсем этот эксперимент вышел, потому что, ну, всё-таки понятно, что переехать в чужую страну, даже если там твои, условно, там, представители одного с тобой народа, это всё-таки не так просто, поэтому Идзапея это не слишком, то есть сказать, что все казаки вдруг из Монголии переехали на территорию Казахстана, или там из Оренбурщины, или там из Кошагача даже, хотя Кошагач не самое богатое место на земле, ну, вот нельзя сказать так, потому что, в общем, понятно, что национальность национальностью, но люди привыкли, люди живут, и дай им Бог здоровья. Вот, так что казаков много, понятно, что это не дает определенные особенности развития Казахстана, то есть он, в общем, пытается, как Россия пытается там, такие, союза отечественников устраивать, так, в принципе, Казахстан пытается тоже в регионе, в Монголии, в России, на Западе, на Алтай, каким-то образом аккумулировать казахов, но это пока удается постольку-поскольку. Кстати, имейте в виду, что, по сути дела, Казахстан последний из республик Советского Союза, которая, как бы, вышла из его состава. То есть, по сути дела, какое-то время Казахстан был последним, последней частью Советского Союза. Вот. Ну, потому что Россия матушка у нас из Советского Союза от 25 декабря, а из 10 декабря. Ну, в общем-то, своя была, Казахстан один из последних выходил из состава Союза. Ну, это так, к слову. Потому что Назарбаев, он, в общем, как-то так. Был, кстати, один из тех, кто всякие вот эти интеграционные проекты типа СНГ и так далее, всячески поддерживал. Вот такая вот история. Значит, вот такая вот история у нас с Казахстаном. То есть, общую информацию я вам дал, ну, а дальше, так скажу, дальше больше. А, ну, единственное, я вам, по-моему, площадь не сказал, а надо бы. А надо бы, а надо бы. Значит, площадь Казахстана девятая в мире. Запишите себе 2,702 миллиона 725 тысяч километров квадратных, девятая в мире площадь. Это много. Конечно, Казахстан поменьше, чем Россия и Китай, с которыми он граничит, но он изрядно побольше, чем многие другие страны азиатские, сопредельные, даже, пожалуй, практически больше, чем все инии. Вот. Поэтому, конечно, Казахстан в этом смысле. А лишней территории не бывает. Даже при том, что я вам рассказал про то, что территория такая достаточно негостеприимная во многих местах, но, тем не менее, в целом, конечно, для дальнейшего развития пригодится. Вот. Значит, про это сказали. А, ну и валюта тенья. Кто-то был, в казахстанской тенье валюта республики Казахстан. Все, про Казахстан закончили. Давайте дальше двигаться. Дальше нас с вами вшел все постоянных членов из постсоветских республик располагается Киргизия. Киргизия в целом достаточно родственная казахам там проживает население. Это, в общем-то, по сути дела казахов долгое время, особенно в царское время, называли кара Киргизы. Ну, собственно, разница принципиальная в том, что Киргизия это районы скорее горные, а Казахстан это районы скорее степные. Понятное дело, что население там близкое, но общие условия жизни они несколько накладывают отпечаток. Языки казахский и киргизский весьма близкородственные. Я выше уже говорил, что довольно серьезные параллели есть в тюркских языках вообще, но в киргизском и казахском достаточно они серьезные. Киргизы, кстати, для русского человека это скорее приятно, они молодцы и пользуются кириллицей. в то время как казахи постепенно пытаются свалить на латиницу. Вот, поэтому скажем киргизом спасибо за это. А вот, страна, как вы видите, расположена вот здесь вот, она между, получается, Узбекистаном, Казахстаном и Китаем. Достаточно специфические формы такой, но она, такая форма обусловлена в значительной степени гористыми районами и просто тем, как пролегают горные системы здесь. Понятное дело, что подобный рельеф, он не сильно способствует там какому-то буйству населения и его какому-то запредельному количеству, но, тем не менее, в принципе, население здесь есть, особенно в городах. Столицей нашей чудесной Киргизии является какой город? Бешкек, правильно, молодцы, Бешкек. Где он там у нас? Вот. Бешкек, правильно, столица Киргизии, в принципе, город не маленький, хотя и незапредельно огромный, он около миллиона человек, и если учесть, что в Киргизии всего проживает около 6, ближе к 7 миллионам, хотя, одно дело, оценка, перепись была последним 2009 году и показала чуть больше 5. Ну, сейчас считается ближе к 7, вот, ну, пусть даже если так, в общем, короче говоря, в столице проживает от 20 до где-то 15 процентов населения. Это немало. Матнюль у нас, у нас в Москве конечно наверное процентов 10, ну и смотреть, что считать Москвой, опять же, потому что есть там большая Москва, есть акгломерация, вот, ну, в общем, большой город, большой для вот этого вот, несравнительно небольшого государства. Второй город по населению это ОШ, он тоже достаточно велик, вот, но все же меньше, в ОШе где-то третьи миллиона, ну, знаете, размером примерно, вот, когда в том, что в студенте тебя разъезжает, вот, в том, что в студенте становится, ну, чуть побольше, вот, такой вот небольшой сравнительный город, но для, опять же, государства меньше, чем 7 миллионов, все же неплохо. Значит, Бишкек расположен на севере страны, как видите, вот, и он здесь, как раз, не в самом центре, ну, когда-то был назван, умейте в виду, что до обретения независимости назывался Фрунда. Как я слышал, но убрать не буду, что назвали его так с большого дуру этот город, потому что в киргизском языке нету буквы Э, ну, звука Э нету, поэтому бедные киргизы произносили это как-то очень странно, ну, звук-то нет, вот, Хрунда, это такое, вот, поэтому города тоже надо уметь называть. Ну, так или иначе, достаточно крупный город, вот, что касается экономических показателей, здесь у нас ситуация следующая. Территория, напишите себе, около 200 тысяч километров, 85-е в мире, ну, это немного, скажем так, это немного, но зато довольно большой процент водной поверхности, цел почти 5% территории занимает двойда. Ну-ка, дети, напрягите свою эрудицию, вы уже все-таки третий курс, какое у нас большое, прибольшое озеро расположено на территории Киргизии, куда народ, даже иногда из России ездит к Киргизию с целью отдохнуть. Ну-ка, главное озеро Киргизии, какое Каспийское море, мать, Каспийское море возле Казахстана, нет, где вас надо это, ладно, получить географию. Иссыкуль, не учим, ага, Иссыкуль, одно из крупнейших озер, вот, ходит из крупнейших озер мира, вот, и занимает седьмое место в списке самой глубокой. Оно действительно большое, вот оно, видите, вот Киргизия вся, а вот и Секуль, то есть это огромное озеро, почему горячее озеро, потому что оно не замерзает по земле, вот, потому как в Котловине, в Котловине всегда теплее, кто был в Хакасии, например, знает, что в Минусинской Котловине, вот эта территория в Хакасии, она вроде на той же широке примерно 100 на 8, но там гораздо теплее, там, например, в Хакасии вызревают абрикоты, а вот, они не вызревают от слова совсем, поэтому, ну, в Высоколе там, что-то похоже, вот, значит, поэтому здесь 5% целых занимает, достаточно много, причем озеро, как вы понимаете, в принципе, скорее пресс-то, а вот немножко солоноватая, но не настолько, сколько там в Хакасии системы, или уж, тем более мертвая, значит, вот, про процент водной поверхности сказали, про население, кто не записал, запишите, но сказали, по ВВП, значит, но с экономикой здесь все не так весело, ну вот, и причем так по показателям валовым, но валовые показатели, ладно, сторона небольшая, поэтому сложно от нее требовать показателей Индии, где население там сотни раз больше, но при этом оно и на душу населения не особенно, так сказать, огромное, значит, смотрите, итак, значит, смотрите, на душу населения Киргизия у нас в районе Нигерии, Мавритании и Пакистана, про который я вчера говорил, Камбожжа опять же, ну, то есть, это, конечно, не самое ужасное место на земле, в смысле экономики, но и до конца тут осталось уже немного, ну, 50 стран, не так и мало, то есть, тут вокруг, конечно, не совсем там страны, где экономическая катастрофа, но в целом экономика Киргизии не так сильна, причем как по валу, по канакте, интересно, что она по валу, по надушным населения примерно совпадает, поэтому экономика здесь, конечно, не столь сильна, но опять же, гористые районы, сложность земледелия, сложность, ну, промышленный, тоже, в принципе, довольно посредственная, значит, и начальщик, ну, здесь, собственно говоря, Киргизия, вот она у нас, она где-то на уровне Латинской Америки, Венесуэла, Боливия, какая-нибудь, Белиз, Сальвадор, вот, ну, в принципе, то есть, сносно, но не звездно, вот, такая вот она Киргизия, значит, Киргизия, среди, если говорить о политической составляющей, то Киргизия имеет довольно такую длительную историю всяких революционных выступлений, там, за период независимости, а, как вы видите, они вышли из состава союза раньше гораздо, чем те же казахи, за период независимости у них произошло там порядка раз, в камере четыре крупных государственных переворотов, сопровождающихся массовыми выступлениями населения. Не сказать, чтобы это опять же сильно способствовало укреплению в стране единства и развитию ее экономики. На данный момент последним лидером пришедшим к власти опять же через противостояние с предыдущим главой государства стал Садыр Жапаров. он в принципе некоторые считали, что придя на волне такой цветной революции он станет таким проамериканским, про западным, но нифига подобного. он оказался достаточно прагматичным малым и когда ему было нужно в тех местах, где ему было нужно дружить с Россией и с Китаем. Но опять же понимаете, позиция вот этих всех стран среднеазиатских, я буду использовать этот термин, потому что имейте ввиду, что в моем лексиконе я буду использовать советские географические понятия. среднее у нас просто центральная Азия сейчас кличу во всех всех, что угодно. Для меня средняя Азия, сейчас я вам покажу, чтобы вопросов не было, для меня средняя Азия это вот как раз Казахстан, особенно вот его в западной Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, вот это средняя Азия. А центральная Азия для меня это Алтай, это Монголия, Северный Китай, вот центральная Азия, вот средняя. Советская включил, откройте вы в советских учебник по... А вот тут вот, где Иран, это Передняя Азия. Ну а в Турции – Малая Азия, а тут – Южная Азия, а тут – Юго-Восточная Азия, ну и так далее. Значит, поэтому просто вот этот термин английский «Central Asia», который у нас все используют, он на самом деле, на мой взгляд, мешает Бурдога-Сусарову. Ну, потому что все-таки вот этот вот регион – это один регион, а Монголия – это другой регион, и смешивать их как-то не очень правильно. По целому я, допустим. Ну, то есть, допустим, Монголия-Тува, Акасия – это, кстати, сильно не то же самое, что вот этот регион. Ну вот, значит, поэтому вот в Средней Азии здесь у этих стран вполне такой разумный должен быть подход, если они хотят остаться независимыми, а они, наверное, хотят. Вот. А приходите здесь, пожалуйста, пользуйтесь близки. Вот. Ну, то есть, находиться, что-то, на взаимном удалении, пытаться, так сказать, вот сыграть на противоречиях где-то между крупными игроками. Два из которых повторюсь в Китае и Россия, а ну а один такой вот коллективный Запад или США, если быть более точным, они вот повсеместно, там, по крайней мере. Вот. Поэтому, тем более, до те поры, допустим, когда была операция американцев в Волгане, там, конечно, американцы были вообще рядышком. Вот. И поэтому, ну, в общем, Сады Ржапара показался довольно-таки товарищем разумным. Brett. Я вам говорил предыдущего президента, собственно говоря, стряхнули в ходе борьбы. революционный, практически крутые итоги выборов, признали недействительными, а ЦСЖАПАРОВ как раз освободился при этом истировать. Сам же как раз предыдущий президент Джейнбеков, он, если мы посмотрим на его предшественника Тамбаева, вот, то в принципе тут трансфер власти прошел более-менее неплохо, вот, но вот он как раз просидел 6 лет, молодец. Но его предшественница Роза Атунбаева, одна из лидеров борьбы революционной, вот, которая, собственно говоря, свергла, ну, это борьба свергла Бакиева, вот, Абакиев, в принципе сверх Акаева. Оскар Акаев, один из первых, ну, лидер Тиргизии, в общем, практически все трансферы власти, которые правили с 91 по 2005, потом Бакиев, причем самое интересное, что когда свергли Бакиева, один из них, Акаев, по-моему, уехал в Россию, а Бакиев в Белоруссию, вот, Россия и Белоруссия такие места, куда беглые всякие киргизские деятели уезжают, вот, после своего свержения. Население в Киргизии достаточно, в принципе, киргизское, русских там особенно много не было, пожалуй, никогда, однако, определенный момент там есть. Дело в том, что там проживает около 15 процентов узбеков. Если вы посмотрите на карту Таджикистана, Таджикистана, то вы увидите довольно интересную особенность. В общем, там есть анклавы. Ну, анклавы для одной стороны, а склавы для другой. По-моему, там, где был Бишкек, это было уже показано. Ага. Вот. Дело в том, что у них есть территории, которые находятся почти что в глубине, то есть не имеют непосредственной границы, но которые относятся к Узбекистану. И узбеков тут живет определенное количество, достаточно большое. 15 процентов страны это не кисло. Русский сейчас в Казахстане около этого процента. Поэтому, конечно, здесь возникают сложности. И периодически мы в новостях можем найти информацию про узбекско-киргийский конфликт. Вот. Их, на самом деле, было много. В 90-м году там вообще была почти войнушка. Но, например, в 10-м году были массовые беспорядки летом 10-го года. Вот. Где, собственно говоря, прибили около тысячи человек. На секундочку, это много. Это прям очень много. А около полумиллиона узбеков, в основном, этнических, рванули в направлении узбекистана. Вот. Ну а в 90-е годы тут совсем грустно было. Вот. Киргизы и узбеки устроили тоже большую драку во все киргизском масштабе. Поэтому, с точки зрения внешних отношений, мы все неплохо знаем, да, я вам говорил уже про то, что есть противоречия, например, если мы берем партнеров по идеологию, Азербайджан-Армения, да, Хакистан-Индия. Но не забывайте, что есть среди постсоветских республик, пожалуй, наиболее тяжелые отношения у узбеков с киргизами. Они и у казаков с узбеками, допустим, может быть, не безоблачные, но именно Узбекистан и Киргизия имеют довольно длительную историю тяжелых и непростых взаимоотношений, борьбы, вот, за приграничные районы и так далее. Вот, у них там еще большая проблема с водой, контроль над водными ресурсами, он тоже весьма ценен и важен в этой связи. Ну, в общем, про Киргизию поговорили, давайте идем дальше. Значит, дальше у нас с вами пусть будет, ну, Голь, мы про него начали говорить, Узбекистан. Узбекистан, страна в нашей Средней Азии достаточно густонаселенная. То есть, если мы возьмем плотность населения, то это 77 человек на квадратный километр. Вот, если мы с вами мотнем, то такой показатель, вот, в Узбекистане он близок к таковому в некоторых европейских странах, например, в Хорватии закончились. И гораздо выше, чем, например, в Ирландии. То есть, Узбекистан, простите, это страна достаточно густонаселенная. Вот, ну, вот, 77 у них, там, около 80 у греков в Северной Македонии и Молдаван. Поэтому показатели, повторюсь, такие, вполне европейские. Узбекистан, столица город Ташкент, ну, то-таки, я думаю, вы знаете. Достаточно большое государство по территории, запишите себе, около 450 тысяч квадратных километров. Население около 36 миллионов. Это немало. В Украине, например, приобретение независимости было 40 с небольшим. Сейчас, конечно, гораздо меньше, и причем гораздо меньше не из-за спецэнспирации даже и массового оттока населения, а вообще за годы независимости его там стало меньше, ну, вот. А в Узбекистане оно позитивно растет, причем так, достаточно стабильно. Вот, значит, президентом этой чудной страны является Шавкат Нерзиёев, который получил свой пост, в общем, скорее в ходе транспировласти, от первого президента, Ислама Каримова, который передал, фактически, власть Мерзиёеву. Все-все там ожидали, что, ага, вот, когда Карину помрет, может начаться большая-большая драка. Ну, нет, в принципе, драки должны сбежать, и Мерзиёев, с исключением некоторых там сложностей, в целом держит власть в стране довольно уверенно. У него там бывало несколько проблемных моментов, но они скорее касались там региональных проблем, чем проблем общей республиканской. А это тоже президентская республика, вот, ну, как и большинство стран под советского пространства. Вот, и в итоге поговорим теперь про... А, ну, стали в Ташкент, я думаю, вы его записали. Ташкент город большой, вот, город достаточно развитый, современный. Население там около трех миллионов, это два почти Новосибирска, что, конечно, неплохо весьма. Вот, тут мы должны отдать должное. Вот, ну, есть Ташкентская агломерация, там вообще около пяти миллионов. Кстати, имейте в виду, что в Ташкенте проживает довольно заметное количество русских людей. Там их порядка двадцати процентов, как вы видите, это достаточно много. Вот, в целом, город современный, хороший. Я врать не буду, не был, но у меня достаточно много знакомых, кузбеков. Ну, в общем, все довольны. Слава Богу. Значит, идем дальше. Идем дальше. У нас следующий момент, который мы должны обговорить, это... Это у нас, так, про это вы сказали, у экономика. С ВВП у Узбекистана все, в общем-то, неплохо. Значит, это у нас, как вы видите... Давай, СВП откроем и забьем туда Узбекистан. Так, это у нас на душу. А нам надо... Ну, надо. Вот. Узбекистан примерно на шестидесятом месте находится по ВВП по квалитету покупательной способности. И это, знаете ли, неплохо. Около 300 миллиардов долларов ВВП. Около 300 миллиардов долларов ВВП. Одна пятая процента от общемирового. Ну, это не так и мало. В общем, как вы видите, соседи у него не самые убогие. У Белоруссии ВВП на секундочку меньше, чем у Узбекистана. Ну, в Белоруссии, правда, население заметно поменьше, чем в Узбекистане. Но, тем не менее, заслуг это узбекских не умаляет. Вот. Так что здесь все в целом неплохо. Что касается ВВП на душу населения, то здесь, конечно, ситуация немножко похуже. Здесь 131 место. Но это выше, чем в Индии, например. То есть ВВП на душу населения выше, чем в Индийской Республике. В Индийском Союзе, точнее. В Индийском Союзе. А вот. А это, знаете ли, неплохо. И сильно лучше, чем Бангладеш, например. Так что, в целом, нормальная страна по экономике. Индекс человеческого развития, как вы видите, он у нас тоже здесь присутствует. И... Здесь он был отводом. У нас по первом месте относится к странам с высоким. Почему там это очень много с высоким, конечно. С просто высоким. Ну, примерно это уровень либо некоторых стран в Латинской Америке, Папарабая и Туринама, либо страны Египта, Иордании, там в Ближнем Востоке не самый богатый, Туниса, ну и округ Монгория тут недалеко. Вот. Примерно такой уровень. То есть, в целом, конечно, не самый шик-модерн, но вполне нормально тоже. Вот. Валюта Сум. Имейте в виду, что у Киргизов Сом, а у Узбеков Сум. Это важно. Сум и Сом. Это не одно и то же. Сум и Сом. Вот. Кстати, проблемой для Узбеков бытовой является то, что Сомы, Сумы, точнее, Сумы, они, ну, он пишет почти как Сом. Поэтому они иногда, когда они его произносят, похожи на Сом. Ну, поставили Сум скорее. Так вот. Банкноты, имейте в виду, что самая большая... А, во, они начали банкноты большие пробить. Но это уже неплохо. А, наконец-то, они, видите, вот начали в 100 тысяч. Вот. Но проблема в том, что до поры до времени были очень небольшого номинала банкноты. Сейчас я вам покажу, почему я так говорю. Конвертор валют. Если мы возьмем, посмотрим курс Узбекового сумма в доллару. Сум по руку был. Так. Кто видит Узбекский Сум? А вот Узбековый сумма в доллар. Значит, как вы видите, ну, если мы возьмем, например, 10 тысяч. Короче, 10 тысяч сумм, даже скорее 12 тысяч. 12 сумм это один доллар. Смотрите. Самая большая денежка, самая большая денежка была 100 тысяч. То есть, слава богу, 200 тысяч. 200 тысяч. То есть, у вас самая большая денежка, это 17 долларов. Ну, 17 долларов, это, ежели брать в рублях. Ну, это если бы у нас самая большая денежка, это была бы тысяча. Ну, примерно. То есть, 200 тысяч сомов, это чуть больше нашей тысячи. Это, конечно, не то, чтобы совсем мало. Но и, согласитесь, незапредельно много. Например, купить машину, даже такую, не самую, DLNC, которую в Узбекистане, кстати, производят, это довольно много налички. Если не сказать, очень много налички. Поэтому, конечно, определенная сложность есть. И многие Узбеки жалуются, что неплохо провести. Ну, либо деноминацию провести, и сделать там, как вот у нас, или как в Белоруссии сделать. Потому что в Белоруссии была проведена в течение, там, 5-5 лет. Деноминация, там история какая? Когда я там был в 2000-е годы, по какому году, там. А, ну, где-то в 14-м. В чем в 15-м. А, ну, я же скажу, да. В конце 14-го года. Там были еще очень большие цифры. И там примерно 100 белорусских рублей старых равнялось, где-то, по-моему, типа рублей 500 белорусских было за один нах. Это маленький, который. Вот. И это было неудобно. Сейчас Лукашенко там провел динамирацию, и вот сейчас белорусский рубль довольно дорогой. Ну, это удобнее. А вот как число дешевый, еще и денежек с большим номиналом особо нет. Ну, самая большая денежка около 1000. Понятно, что, представьте себе, для того, чтобы купить даже машину, там, ценой 200 тысяч рублей, на эквивалент, например, простую, то получится много-много бумажек. Такой, как в американских фильмах, цаквояжек с денежками. Вот. Поэтому здесь, конечно, есть некоторая сложность. Это, конечно, скорее бытовая сложность, к тому же, всякие денежные переводы, помощь, что называется. Но все же такой интересный момент, который я вам могу сказать. Значит, это, что касается у нас в Узбекистанах. Узбекистан, имейте в виду, что в составе Узбекистана есть особая часть, которая называется Харакалпакстан, в которой живут, как ни удивительно, Харакалпаки. Запишите себе, что около 40% Узбекистана, всю, по сути, в западную часть, занимает как раз Харакалпакия. Когда я вам говорю, что определенные там трения иногда возникают у президента Узбекистана, вот они в значительной степени, например, касаются вот этого вот региона Харакалпакии. Потому что тут в последний раз в силу попыток реформ, законодательства, Харакалпакии немножко испугались за свою автономность. Имейте в виду, что они имеют там достаточно широкий круг автономии, вплоть до возможностей, теоретического возможности отделения. И важно, что Харакалпаки, это народ Узбеков, то есть они, конечно, эти самые, тюрки, да, но при этом, имейте в виду, что они довольно-таки отличаются от тюрок, и в принципе Харакалпаки скорее ближе к как раз с Киргизом и Узбеком, ой, не Узбеком, а Казахом, в значительной степени, нежели к собственно Узбекам. Ну, по крайней мере, Киргизы, я вам говорил, что там есть мнение о том, что они в какой-то степени родственны с монголами, ну, после монгольского завоевания там все немножко связаны с монголами, но вот, как видите, в родополименном отделении Каракалпаков в связи с печенегами, обузами, кипчатками, ну, ладно, это прошлое, вот Киргизы, казахи, туркмены и так далее. В общем, по сути дела, это народ от Узбеков довольно серьезно отличается. Их в Каракалпакии собственно около 400 тысяч, еще где-то 300 тысяч живут по другим районам Узбекистана. Каракалпакия довольно слабо населена относительно, там средняя плотность всего даже меньше, 12 человек на квадратный километр, при том, что мы с вами говорили, что в целом по Узбекистану это 77 человек. То есть, понятно, что это достаточно большой разброс и, конечно, район такой специфический довольно. Ну, почему такое редкое население? В том числе, потому что довольно, опять же, непростые условия, и в сухие очень степи, где, в общем, ну, скотоводством как-то можно еще заниматься, но таким, каким-то большим плодородием, как Кайферганская долина, этот, совершенно, этот район не отличается. Вот. Если мы посмотрим с вами на Тааа, ну, столицы Каракалпакии запишите город Нукус является. Нукус. Имейте в виду, что про Каракалпакию надо знать, потому что, опять же, технически у нее, даже по законам Унбекистана, есть право на суверенитет в дальнейшем. То есть, это очень автономная такая часть. Ну, куда кривая выглядит, мы не знаем, но мало ли что, если начнутся какие-то, не дай Господи, очень яростные события в Средней Азии, технически ко времени вашей, там, какого-то, 40-летия, 30-летия, может быть, появится на карте какая-нибудь республика Каракалпакия. Что, правда, очень маловероятно, в силу того, что все-таки она, насколько она может существовать самостоятельно в качестве государства, экономически это вопрос. Но, тем не менее, возможность такая есть, не так давно там были выступления определенные, вот туда Шавкатный приезжал, там есть, собственно, председатель, там есть председатель предминистров, все достаточно серьезно. Вот, Каракалпакия, про нее два слова сказали. Каракалпаки, впрочем, они такие более европеоидные, чем те же казаки и эти самые киргизы, про которых я говорил, но, тем не менее, они узбеками в полной мере не являются. Вот, значит, такие вот дела. Что касается партийной системы Узбекистана, мы с вами про это, я про это ничего не сказал, управляюсь, значит, законодательная палата, нижняя палата узбекского парламента, здесь все несколько поинтереснее, чем в Казахстане, где все в один этот самый, в один цвет. есть такая либеральная демократическая партия Узбекистана, ну, то есть, это не ЛДПР, а ЛДПУ, ну, правда, они сейчас немножко по-другому себя раскрибируют, УЗРИЕП. Эта партия, собственно, правящая, она достаточно сильная, она правоцентристская, она пропрезидентская, и у нее есть определенная поддержка избирателей. Она у нее не такая, чтобы прям сто процентов, но вот, как видите, они 53 места из треть голоса взяли. Еще 36 у демократической партии Милей и Клониш, которая, в общем, близка к вышеперечисленной и тоже, в принципе, придерживается близких к ней взглядов, ну, может быть, она немножко более правая какая-то, но в целом смысл близкий. Идем дальше. Дальше у нас есть оппозиция, и да, в Узбекистане она довольно большая, ну, у правящей коалиции порядка 80 мест, 90 даже, 90 мест, но у оппозиции 60, 90 и 60, согласитесь, это довольно близкие цифры. Ну, опять же, есть социал-демократическая партия Адалак, которая имеет определенную поддержку, она себя позиционирует как левая, умеренно левая, вот, Адалак, если мне не меняет память, переводится как справедливость, я могу ошибаться, но, по-моему, справедливость Адалак. Также есть народно-демократическая партия Узбекистана, тоже левая, народная демократия, все дела, и, наконец, есть экологическая партия Узбекистана, она создана недавно, всего в 19-м году, но зеленая повестка вполне актуальна в Узбекистане, и они собрали 10% от полного состава этого самого законодательной палаты, а это довольно много, согласитесь, 10% это некисло весьма, поэтому в Узбекистане определенный политический флорализм есть, и там есть определенные, понятное дело, что он такой не абсолютный, этот флорализм, но он гораздо проще его разглядеть, чем, например, разглядеть его в Казахстане, где-нибудь, вот, но при этом политическая ситуация в государстве в нашем Узбекском, оно гораздо более, она ситуация, или оно по увлажению, более стабильное, чем в соседней Тиргизии, где чуть-чуть, кто сразу какой-то переворот, и редкий президент передал власть по-человечески, да, обычно начинается какой-то всенародный, этот самый, всенародные гуляния, в плохом смысле слова, вот, поэтому, значит, вот она наша Узбекская страна, в принципе, из стран Средней Азии постсоветских, она самая населенная, значит, она самая, 36 миллионов, да, в два раза больше, чем у Казах, больше, чем у Казах, она одна из самых экономических развитых, она в целом вполне себе стабильная, ну, по крайней мере, сравнительно, тут оказалось, видите, казалось, что Казахстан такой очень стабильный, но, как показала практика, что и Казахстан не, скажем так, не что-то такое вечное и незыблемое, вот, последние там протесты показали, что в Казахстане может быть какой-то мощный взрыв народного негодования, назовем это так, поэтому с Узбекистаном все нормально, да, у него есть противоречия в значительной степени с не самыми, с киргизами, но все-таки понятно, что в случае чего узбекское государство гораздо мощнее киргизского по всем параметрам, и по населению, и по экономике, и по удобной жизни даже. Ну и, наконец, у нас осталось не так много времени, значит, смотрите, вопрос на засыпку, вопрос заключается, у вас следующие или были до? Ну ладно, тогда пойдем как люди на перемену. Значит, ну давайте тогда сейчас отоварим Таджикистан, мы, может быть, немножко залезем в перемену, но я вам перемену удлиню ровно настолько, насколько мы в нее заведуем. Значит, запишите себе Таджикистан, республика Таджикистан, государство тоже по территории небольшое, но довольно интересное для, вот опять же, региона постсоветской Средней Азии. Ну, во-первых, потому что, в отличие от вышеперечисленных мной Удбикистана, Казахстана, Киргизии, это государство ираноязычное, то есть, носители иранских языков, таджики, они резко в этом смысле контрастируют с окружающими их тюркским народом. Таджикистан, государство не такое, что было очень большое, оно по территории, как вы видите, имеет 93-ю площадь в мире, имеет территорию 140 тысяч, 141 тысячу квадратных километров, половину. Процент водной поверхности, как вы видите, здесь не такой большой, таких огромных озерках какой-нибудь Иссык, Иссык-Коль, у них в общем нету, поэтому здесь все более скромно. Население здесь около 10 миллионов, больше, чем в Киргизии, да, но, тем не менее, заметно, конечно, меньше, чем в Узбекистане, ну, не станут и по площади больше. Что касается таджикского распределения населения, имейте в виду, что плотность населения 70, плотность населения близка к той, которая у нас была с вами только что в Узбекистане, но так же, как в Узбекистане, плотность населения в Таджикистане не очень равномерная. Я вам вот только что говорил про Тарахалпакию, не очень плотно населенную в составе Таджикистана, а вот в составе Таджикистана есть горный Бадахшан, ну, или горно-бадахшанская автономная область, которая занимает очень большую часть территории страны, около половины получает. Ну, сколько тут у нас площадь? А, ну, вот, 44, ну, 44%, 45%, она находится на востоке страны, горно-бадахшанская автономная область. В отличие от остальной территории Таджикистана, горный Бадахшан, он сравнительно малозаселенный. Там живут, причем, ну, у вас же районный консаболь все ведет? Да. Вот. Может, у него более подробно спросить, я с ним общался про это, ну, и для него я это знал, у него просто и некоторые моменты уточнил. Дело в том, что в горно-бадахшане там проживает народ, который, ну, очень условно можно назвать таджиками. Это памирские народы, они от обычных, ну, основных таджиков отличаются и по вероисповеданию. Дело в том, что они в основном шииты. Я вам говорю про шиизм, вот, горно-бадахшанские эти самые жители, они в значительной степени шииты как раз. В то время, как восстановили остальные таджики в массе суммит. Вот. Ну и плотность населения здесь гораздо меньше, чем в среднем по стране. Дело в том, что здесь плотность населения вообще три с половиной человека на квадратный километр. Сравните это с средним таджикским показателем в 70 человек. То есть половина страны буквально она почти не заселена. Ну, так сказать, условно. Три человека на квадратный километр это мало. А немало. Столицей горного Батаршана является Харок. Харок в общем он считается городом, но население там 300 человек. То есть это такой условный весьма город по нашей системе скорее ПГТ был. Но поскольку это центр района целого крупного автономной области как-никак у них есть вот как раз этот город. Как вы видите по окружающему ландшафту окружающий вот такой гористый сухой ландшафт не слишком способствует какому-то прям бурному развитию и огромному количеству населения. Поэтому стоит ли удивляться, что у нас вот эти вот все горно-батаршанские дела они столь малой среды. Хоров, кстати, практически на границе с Афганистаном. Вот. Город хоть он центральный, но он приграничный. Вот. Если мы будем говорить про остальной основной Таджикистан, то, повторюсь, здесь получается в 20 с лишним раз больше плотного снесения, чем в горном Вадапшане отдельно. Что касается экономических показателей, то здесь у Таджикистана все так довольно средненько. Можете себе записать 42 миллиарда ВЗП по квалифету покупательной способности и где-то 4300 долларов на душу населения. Покататели весьма средние. Ну, и человеческого развития тоже средний. Стоит вот здесь 0 656 тысячи. Вот так. Вот. Значит, это немного, повторюсь, но в целом режим в Таджикистане он достаточно стабилен, хотя я не введу, что в 90-е годы Таджикистан пережил достаточно тяжелую гражданскую войну. Она была, вообще конфликты внутренние были свойственны для многих постсоветских республик, но именно в Таджикистане это превратилось в пятилетнюю, напишите себе, гражданскую войну 92-го, 97-го годов. В принципе, тут был довольно серьезный такой разлом и по линии региональной, и по линии клановой, так сказать, северяне, южане. Но тут ранимый Хольф Шабозович вам как современник событий может рассказать о шоу. Я, ну, имейте в виду, что, кстати, вот этот горный Бадашан, ну, поскольку там народу мало, они, я не так сильно на особицу, они, насколько мне рассказывали, знакомые таджики, горный Бадашан так особо в этом даже и не участвовал. Ну, поскольку, поскольку, в основном разборки шли именно между вот той территории, на той территории Таджикистана, которая вот основная за пределами горного Бадашана. Вот, значит, в итоге борьба шла между правительством Таджикистана и против различных движений близких там к исламскому, исламистскому движению. В итоге победа осталась все-таки за тем самым Рахмоном. Он был Рахмонов до 7-го года, но потом стал на таджитке манер Рахмон. Лидер Таджикистана с 94-го года, вот, который, собственно говоря, правит до сих пор. Вот, Мамали Рахмонов, он, ну, Рахман по-современному, опять же, ну, мне как-то привычнее Рахмонов называть. Так вот, я его буду называть. Вот, он, в принципе, был в том числе одним из лидеров в Куляме. Кулях, вот, видите, это, получается, южная часть Таджикистана. Вот, тут, кстати, российская, ну, советская, практически, часть ПВО стояла, следящая за небом. Вот, ну, вот, то, что можно сказать о Таджикистане. А, ну, последнее, в Таджикистане валюта называется Самани. Самани, вот, в честь средневекового политического деятеля Исмаила Самани, вот, который основал династию Саманида, которая была на территории Передии и Средней Азии достаточно влиятельна. Еще раз вам повторяю, что таджикистский язык, в отличие от остальных окружающих языков, и это важно, он является иранским языком и достаточно взаимопонимаемый с Парси и даже с Урду пакистанским, в общем-то, что-то можно найти общее. Те самые горнободавшанцы, про которые я говорю, у них тоже язык иранский, но он отвечает довольно серьезно. кстати, имейте в виду, что китайские поднимите руку. Вот, видите, может быть, когда вы учили китайский, разбирали национальное многообразие Китая, вы, может быть, слышали про то, что в Китае есть таджики. Там даже есть целый Ташкурган, таджикский автономный уезд. Но имейте в виду, что вот те, кого принято называть таджиками, ну вот у нас таджиками, вот здесь вот как раз Ташкурган. Но это очень условно таджики, потому что это скорее именно родственные вот этим горнободавшанцам ребятам. Так что горнободавшанцы есть не только в нашем замечательном Таджикистане, но они есть и в Китае. Вот. На этом я прерываюсь. Значит, вы, дорогие мои, на 5 минут имеете право дольше бронить. Поэтому встречаемся в 2.20 или 2.15.